Фух, еле припёрла, честное слово. Мам говорит, что ты припёрла-то? Ну расскажи, говорит, а ты что стоишь как обиженный? Эй, тебя кто обидел? Дочь там стирку поставила. Фух, девчата, еле припёрла, честное слово. Оставила в магазине аж целых две тысячи. Еле притащила, а сейчас вот выложим, разложим, и нихрена ничего не будет. Ой. Чупочек мой надо причесать, а то многих он сильно бесит. Беситесь дальше, дальше беситесь. По-вашему, всё равно ничего не будет. Всем привет, мои зайчики, всем привет, мои красавицы. Фух, я теперь из этого халата не вылезу. Вообще, между прочим, я прямо это... Я сегодня в тёплой куртке своей длинной ходила. Дочь, я на паузу пока поставлю, пока болтаю с девочками, а то она шумит сильно. Иди гуляй, Мартюш. Мамочка. Да, мам, зажигалку взяла, будет газ зажигать. Да, погладить сейчас. Так, подожди, зажигалку положу под мышку. Давай, давай, давай. Да погладила, да погладила. Да люблю я тебя, конечно, да. Люблю тебя, мой мальчик, люблю. Беги, гуляй. Гуляй, беги. Мартин. Не прыгай. Всё, успокойся. Успокойся. Заяц. Дочь, смотри, чтобы он нос свой под лавочку не сунул. Там кость лежит. А то не вытащишь изо рта у него. Мог бы отрепнуться на улице. Давай, аккуратно, доча. Ребёнок с собакой гулять пошёл. Говорю, аккуратно, доча. Ой, девчата. Короче, где я была? Была я на складе. Вообще пошла на склад пофотографировать орхидеи, которые у меня в продаже сейчас. Которые там выставила. Излишки, остатки, дубли и всё такое прочее. Ну, орхидеи адаптированные. И всё в этом. Ой, у меня так болит плечо, девочки. Чё за хреня-то такая, а? Когда я разваливаться-то перестану. Вот всё. Вот у меня ничего не болит. У меня болит только одно вот плечо. Вот прям вот там вот внутри. Как будто сустав или как оно там. Чё-то болит, короче. Ну, хрен с ним пройдёт. До свадьбы заживёт какой-нибудь. Фух. Я прям в халате одела штаны. На халат одела штаны. Заправила халат в штаны. Платье-халат. Одела сверху куртку. И поехала на склад, на машине. А чё? В магазин сходила и чё? Кто меня видит, чё у меня там под курткой одета-то? Пры? Вообще. Ну, давайте. Девочки, чек не взяла. Чё тут чек брать? В магазин вообще хоть не ходи. Ещё говорят. Ох, какие дорогие у вас орхидеи. Так а вы вот потаскайте для них воды-то. Поудобряйте, попересаживайте. Порежьте для них кору. Потаскайте для них мох. Так это я ещё не покупаю для них кору и мох. Идите, покупайте неадаптированные в магазине за две тысячи. Идите, господи. Реанимашки покупайте за... Девочки, он написали. Да чё, мы вот были с вами в магазине. Там убитые в хлам цветы. Ну, и таких цветов, как у меня, там всё равно нет в магазине. У меня эксклюзивные. Ё-моё. Моё-ё. Короче, кто не хочет, не покупайте. Я никого не заставляю. И не надо мне писать, какие дорогие у меня цены. Дорогие, идите в секонд-хенд. Там вам продадут дешёвое. Ну, а чё? Чё писать херню? Вот, пошла, купила целую сумку. Две тысячи оставила. Ничего сейчас там не будет. На один день поесть. Ну, образно, девочки. Чудо-йогурт взяла 4 штучки. Творожок, два слоя, малина, ежевика. Срок годности до 15.04. Кстати, сегодня 1 апреля, никому не веря. Вот. Ну, я не буду с вами шутить. Так что верьте. Верьте. Всех с праздником, мои хорошие. Так, яйца взяла по красной цене по 71 рублю. Между прочим, не мах. Кстати, похвалиться-то забыла. Ё-моё. Девочки, мне так нравится вот этот лак. Как вы думаете, если я целиком ногти в следующий раз накрашу, меня не будет бесить? Мне так нравится вот этот лак красненький. Но он не красненький, а он какой-то, знаете, какой? Как малина. Да. Как малина, наверное. И такой блестит-блестит. Я не знаю. Я не смогу вам показать, чтобы вам цвет передать. Ну, короче, он не красный. Вот что хочу сказать. Ну, боюсь, знаете чего? Что что-то мне последнее... Я люблю тёмные цвета, вы знаете. Но в последнее время не могу их смотреть на своих ногтях и всё. Вот, ну, не могу. Даже девочка моя, Леночка, которая делает мне маникюры, говорит, на тебя это совсем не похоже. Ну, она, говорит, я то... Она тоже, кстати, очень любит тёмные цвета. И раньше красила всегда тёмным лаком. Вот, а сейчас не может сама себе, ну, красить тёмные, делает светлые. У неё вообще белые какие-то они, вот, всё, ногти-то и всё такие. Вот. А я это, кошку свою забросила. А, может, кошачий глаз сделать вот этим, да, лаком-то? Ну, очень красивый лак, девчата. Я не знаю, я попробую сделать фото и загрузить в Ярусе. Может, там получится передать этот цвет. Так что, кого нету в Ярусе со мной, переходите, ссылки есть под видео. Лак очень красивый, девчатки. Вот. Кому понравится цвет на фото, могу даже позвонить ей, спросить, как он называется. Ну, обалденный. Она мне сделала вот так, как я просила вчера, да. И потом я ей говорю, блин, мне так он понравился, хочу целиковые ногти. Она говорит, что, переделываем? Я говорю, да ладно, вот ещё переделывать. Следующий раз сделаешь. Говорю, только лак не истрать для меня, оставь. Короче, яички. Ну, я обрезала, естественно, длину. Длинный тоже что-то не могу, представляете. Всю жизнь ходила с длинными ногтями, сейчас не могу. Ох, какие. Смотрите, большие. По 71 рублю красная цена в пятёрке. Вот. Чё сделал ещё на складе? Поставила, начеренковала этих ванилек. Наверное, штук 12 сделала, потому что уже есть. Девочки даже оплатили у меня. Много разобрали. Вот. Если честно, я даже не ожидала, что так быстро девчульки среагируют. Яблоки девочки. Golden Village. Красное яблоко написано. Такие красненькие. Чайку, наверное, давайте нальём. Девчата, работала опять без очков, представляете. Ну, я намочила мох. Надеюсь, что будет всё нормально. Может, чтобы не надеяться, выпить таблетку сразу. Потому что я уже два дня не пью их. Девочки, я тут. Сейчас выпью противоаллергенную. Два дня не пью, потому что чувствую себя нормально. Ну, надо выпить на всякий пожарный. Не дожидаться, пока вздуются глаза. Да? Правильно я говорю, девчуля? Моя лопатуля. Я даже ещё не читала ваши эти... Там у Леночки Тагашевской новый обзор. Я вам уже даже его закрепила. Ещё даже сама до конца его не посмотрела. Почему закрепила? Потому что увидела, что такие же сумки, вот как у меня, как я последнюю получила. Девчата, я от неё просто в восторге. Вот реально в восторге. Такая обалденная сумка. Столько карманов. Настолько она удобная. Вот. Она её называет а-ля мешок, да, там. Ну, там мешком вообще не пахнет. Очень, очень. Девчата, не пожалеете вот эту модель, если возьмёте. Реально. Вот. Пишут всякую херню, да? Ой. У нас же культурный канал-то. Простите, пожалуйста. Вот. Там на ярусе этот, как он, барс желанный. Прям дрищет по носам уже бедный. Или бедная, не знаю. Но походу бедная. То ей чёлка моя не нравится. То мне чёлку за обзор, за рекламу не делают. То ещё такую херню пишут. Мама дорогая. Барс, у тебя с головой там нормально? Вообще? А? Я в шоке. Девчат, не пишите мне то, что я трачу на них время, ещё что-то. Я не хочу отвечать на его или её комментарии. Ну, там видно, что человек умственно отстал и на всю голову. Вот. То мне за... То рекламу я отрабатываю, то ещё чего-то. То на обзор мне прислали. Я тысячу раз сказала, вам чеки показывать? Это во-первых. Во-вторых, даже если мне на обзор прислали, это моя работа, это моя зарплата, это... Это мой канал. Какая ваша разница? На обзор мне прислали, на рекламу мне что-то там прислали. Рекламирую я или ещё как-то. Какая ваша разница? Создайте свой канал. Пускай и вам присылают на обзор. Почему вы думаете, что если я на кого-то там говорю, ссылки выставляю, что это реклама? Я делюсь со своими подписчиками тем, чем довольна сама. Вот сейчас купила очень хороший порошок. Надеюсь, хороший, потому что очень много рекламы про него. Ну, не рекламы, а, как сказать, отзывов прочитала. И он очень часто у меня стал попадаться везде и всюду. Купила. Вот. Пока некогда ничего им стирать, чистить и всё такое. Девочки, как созрею, я вам покажу. Интригу для вас подержу. Какой порошок. Вот. Он уже у меня дома. Я вам говорила, я ездила на Озон за ним получать. Тоже реклама? Да? Тоже на рекламу прислали? Барс, иди в жопу. Понял? Или поняла? Кукукнутая дура на всю голову. Или дурак? Три морковки взяла. Барс, хочешь одну тебе? Чтобы грустно не было. Похрустишь после ночи. Надеюсь, дети не поняли, о чём я говорю. Хотя наши дети умнее нас. Так, ладно, всё. Пусть барс там барсует. Вот. Я удаляла этого... Мандовошки эти комментарии. Ну, теперь удалять не буду. Пусть они висят. Пусть люди читают и смотрят, какой дебил или дебилка сидит на канале. Причём поднимает мне рейтинг. Старается. Я же вам говорила, чем больше комментариев на Ярусе и Дзене, тем быстрее канал продвигается. Вот. Чем больше просмотров. Смотрит. Ведь комментирует видео от А до Я. Молодец какой. Вообще. Так. Свекла, девочки. Какая-то новая. Я как-то делала салат из свеклы. Мне написали, Люба, как ты делаешь такой вкусный салат, так его вкусный, девчат. Но уж салат из свеклы это вообще проще простого. Натёрли свеклу, чуть-чуть посолили, майонезом намазали. Вот тебе и салат из свеклы. Всё. А чтобы не тереть, пошли в магазин пятёрочка, купили тёртую, высыпали её в тарелку, посыпали соличкой, помазали майонезом. А, чесночок забыла сказать. И всё. Но это какая-то новая фирма, девчат. Я такую не брала. Не знаю. Та была вкусная. Это какая-то другая. Попробуем. Попробуем, узнаем. Бананчики. Чё-то зачем достаю, не знаете? Два пакета бананов взяла. Ой, девчат, каких дебилов только нет на свете, мама дорогая, а? И ведь серит там кругами, и серит. И прям вот искра из глаз у человека там сыпется, если это человек. От зависти и злости. Уже начал там людям под комментариями писать, чего-то, да, шипеть. Не шипи. Всем насрать на тебя. Ещё творожок. Девочки, два творожка купила сегодня. Девочки, нет моего этого, как я люблю, этот, в пятёрке. Не хотела никуда ехать, купила вот такую мыть посуду. Не знаю, хорошая, нехорошая для мытья посуды. Написано, в холодной воде тоже моет хорошо, с лимончиком. Майонез взяла. А чё, чай-то не с чем пить, что ли? Ой, я тут чай налила, а чай пить не с чем. Ещё свеклу взяла. Колбаска, девочки, по акции сегодня сервелат кремлёвский. Кефир, Мартюша, творог, кстати, тоже Мартюша. Рис. Девочки, чё-то тоже был по акции по 86 рублей, по-моему, пропаренный. Не помню, хороший он или не хороший. Два штуки взяла. Всё, не пойду неделю в магазин. Взяла вот такой лимон жидкий, потому что мне он куда-нибудь всегда надо, вот чё-нибудь лимон, а у меня нету. Курочку взяла свою любимую, которая мне очень нравится, крыло очищенное. Девочки, картошки взяла, не знаю почём. Ну вот, в общем, за всё за это я отдала 2000 чего-то там с копейками, представляете? На заправку пойдёшь, на 3000 заправишься, и бак пустой, половинчатый даже. Я говорю, женщина, 200 рублей поедешь, заправишься, и целый день можешь до Москвы обратно проехать 200 километров. Сейчас на 3000 заправишься, и до Владимира не доедешь, 40 километров. Ой, что-то у меня там упало. Девочки, курочка, которая мне нравится, крыло, две части, разделённо, разделённо, да, вот так, в таком пакете. Раньше был другой пакет, зелёный, сейчас жёлтый стал. Знаете, какая вкусная вот курочка, и там не то, что крыло, две части, разделено. Там нету, девчат, вот этой части, остатка крыла, там вот эта часть, вот здесь. Такая вкусная, я не знаю, что я с ней сделаю, можешь супчик сварить, куриношный, девочки. Так, это не убираю, сейчас ключ придёт, я на полдник сделаю творожок. Это убираем. Не знаю, что сделать, девчат, покушать. Сало достала из морозилки. Сейчас, наверное, что-нибудь в духовке зафигачу, замандрячу с ним. Сделаю я рулет. Хоть вы и писали, что не получится уже с него рулет, потому что я его разрезала. Девочки, я не хочу колбасу. Представляете? Что-то упурхалось сегодня я на складе. А к чаю ничего не взяла. Торт ещё не съели, но я его тоже не хочу. Он для меня очень сладкий. А может и съели, пока меня не было. Когда делала без белой сгущёнки торт, получился гораздо лучше. Ну, не сладкий был. А в этот раз получился для меня очень сладкий. будем есть йогурт. Чё купила, девочки? Вот ничего не купила. Даже поесть нечего. 2000 оставил вообще. Лепёшки ушли все, что я приготовила. Вчера вот одна осталась. Очень вкусные лепёшки. Даже холодные. Я обожаю такие. Вот именно жарить без масла, девчат. Жарить в масле это не то. А вот именно жарить на сухую. И разделывать их без муки. А на масле. Чтоб не было муки на лепёшках. Так что поставила укоренять ванильки. Сделала там красоту, навела. Двум ванилькам. У меня же три ванильки. Две варигатных. Варигатные поставила на укоренение. И одна простая. Ну, простая очень туго так растёт. Поставила ей подпорку сейчас. Может, на подпорке начнёт быстрее виться. А варигатные тоже одной подставила подпорку. И обкрутила её. Должна ещё лучше расти. И так красиво получилось. Покажу вам в следующий раз. сегодня взялась. И ничего там не сделала. Занялась вот просто шишилась там с цветами. Даже уходить не хотелось, девчат. Там так хорошо. Мох намочила. Сразу лесом запахло. А лепёшки-то ещё с этими со всеми порошками, семечками, семенами. Ну, сейчас балденно получились лепёшки. гуляйки уже пришли. Что-то вы как быстро. А? Так одеваться надо теплей. Какие я тебе теплее штаны одену? Я не пойму птёшку. Так другие тёплые зимние одень. Какие зимние? Джинсы одень. И стирки. Ты зимой в чём ходила? Голая? джинсик я ходила. Который только купили, да? У меня ещё чёрный, они тоже в стирке. Не выноси мне мозг. Не выношу. Ну, позорщица. быкует. Бук будешь огрызаться с мамой получше в лоб. Чего? джинсик. я сейчас полезу к тебе и найду штаны тёплые, выкинула все колготки тёплые, когда убирались. У неё были тёплые колготки. Были тёплые лосины. Всё выкинула. Ей ничего не надо. А теперь орёт у неё нечего носить. У неё двое джинс. дочь, а ты зачем выкинула леггинсы? Лосины? Вот одевала бы и ходила бы в них пока такая погода. А? Ага. На мамину жопу они как раз на твою маленькие. Нормально. 33 отмазки. Короткие джинсы носим, короткие штаны носим. Модно. А вот короткие лосины носить нельзя. Не модно. Некрасиво. Девочки, меня эта нынешняя молодёжь убивает вообще в хлам. Что? Ничто. Я тебе говорю то, что мне мы с тобой вот эти штаны покупали, а у меня не были в обтяжку. Они мне сейчас в обтяжку. У неё жопа растёт. Мама виновата. Мама мне откормить. А? Ты откормишь меня. Всё, больше не кормлю. Вот тронешь что-нибудь и вот бананы возьмёшь, тебе по рукам дам. Скажу, не ешь, жопа растёт. Надо это нельзя есть. Мыло есть нельзя, дочь. Это я для посуды взяла, дочь. Вам что, бутылку перелей, пожалуйста. А? Ну, кто-то вылей. так что, дочь больше не кормим, у неё попа растёт. Ладно, девчульки, буду делами заниматься. Всех вас люблю, всех целую, не скучайте, не грустите. Я скоро к вам вернусь, будем чего-нибудь вкусненькое делать. Так, поболтала с вами маленечко, чтобы вы меня не потеряли. Кстати, интернет сделали, Wi-Fi этот, роутер перепрошивали. Вот. И всё заработало.